МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Нет пределов совершенству в Чебоксарах работает научно-практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве». Взрослые игры завершено следствие по делу о незаконной организации горного бизнеса. Спортивный регион в Чебоксарах началось строительство нового школьного стадиона. Российское законодательство постоянно совершенствуется, но время движется так стремительно, что законодатели не успевают вносить изменения в законы. Пробелом в этом важном сегменте была посвящена Международная научно-практическая конференция, которая в эти дни проходит в столице Чувашии. Столица Чувашии стала площадкой для участников Международной научно-практической конференции уже в восьмой раз. Она посвящена памяти академика Владимира Кудрявцева. Известный ученый-юрист активно участвовал в разработке многих российских законов. Этого требуют наши реалии. Законодатели не успевают совершенствовать нормы, которые на самом деле своевременно должны соответствовать всем тем изменениям, всем тем веяниям, которые происходят в реальной практике. Отдельное отставание есть. Пробелы в законодательстве по сравнению, конечно, с другими странами мира, можно сказать, и есть. Но в то же время я хочу подчеркнуть, после развала Советского Союза, практически когда не стало Советского Союза, разделение произошло, и Российской Федерации, нашей любимой стране, нужно было совершенствовать. Сегодня современная Россия – это правовое государство. И регионы Российской Федерации привели все свои законы, все свои нормативно-правовые документы в соответствии с федеральным законодательством. Это очень важно. В рамках конференции обсуждались такие важные юридические аспекты, как реформа в сфере государственных закупок, развитие права, теории, практика ведения уголовных процессов. Кстати, Чебоксарский кооперативный институт, на базе которого проходит фестиваль, не в первый раз принимают у себя участников. Аналогичная конференция уже проходила в этих сценах в 2010 году. Была достаточно представительной и результативной. По итогам ее работы были опубликованы ряд статей, в рецензируемых в журналах, изом сборных материалов конференции, улучшились научные связи с регионами и ведущими научными центрами нашей страны и зарубежья. Хочу отметить, что имя и заслуги Владимира Николаевича Кудрявцева, как ученого и государственного деятеля, широко известна всем нам. В конференции участвовала научная элита не только из российских регионов, но и стран СНГ. Научно-педагогические работники, аспиранты, студенты, а также представители государственных органов власти, управления и сферы бизнеса из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана высказали немало предложений по совершенствованию законодательства. Кстати, самые лучшие научные статьи будут опубликованы в сборнике системы «Ринц» и в журнале издательского дома «Юрвак». Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах открылся большой ледовый дворец. В первый день работы комплекса здесь устроили грандиозный праздник. Гостями торжественной церемонии стали и известные спортсмены. Большая ледовая арена, тренировочный каток, зрительские трибуны на 7,5 тысяч мест. Четыре года назад эти планы казались амбициозными, но все они воплотились в реальность. Мечты сбываются. Главное – в это верить. Дамы и господа, ледовый дворец Чебоксары-арена торжественно объявляется открытым! Чтобы стать свидетелями грандиозной церемонии открытия, дворца горожане были готовы приехать сюда задолго. У главного входа на протяжении двух часов работали интерактивные площадки, выступали аниматоры и представители спортивных федераций. На только что залитом льду свои номера показали юные хоккеисты, шортрекеры и фигуристы. Всего в этом шоу задействовали более 500 человек. Это тот самый случай, когда культура и спорт сливаются воедино. Вообще, возможности этой ледовой арены безграничные. Здесь планируют проводить не только концерты, но и выставки. Уже в конце июня в конференц-залах дворца состоится открытие Чебоксарского экономического форума. Легендарный хоккеист Владислав Третьяк заявил, что именно здесь он намерен разыграть свой кубок. Престижный турнир может пройти в Чебоксарах уже в следующем году. Приятную для горожан новость сообщила Ирина Слуцкая. В столице республики двукратная чемпионка мира планирует открыть свою школу. С юными спортсменами из Чебоксар фигулистка познакомиться успела. Она уверена, что именно здесь удастся вырастить будущих чемпионов. У меня есть две школы фигурного катания в Московской области и в Ивановской области. Сейчас планируется открытие еще в Московской области. И если мне позволят, то с удовольствием я хотела бы здесь тоже открыть школу свою. Детишек у всех горят глаза. Это очень редкий случай, потому что дети сейчас загружены учебой, загружены компьютерами, ядрами. А здесь дети, они настолько чисты, наивны и настолько вот желают всего. То есть это чистый лист бумаги, на котором можно рисовать красивую историю. Я полагаю, что наше молодое поколение, наши детишки, которые катаются, они уже имеют определенный опыт, есть определенные уже победы. Но нам надо создавать молодежную команду для того, чтобы выходить по тем стандартам на высшие уровни по хоккею. Большое будущее чувашскому хоккею предрекают уже сейчас. Недавно чебоксарская команда «Спартак» завоевала золото в чемпионате страны среди юниоров. Но то ли еще будет. За последние годы мы построили более 50 объектов физической культуры и спорта. Вложили туда миллиарды рублей. С одной единственной целью, чтобы наши жители занимались физической культурой и спортом. Этот дворец, уверенно почетные гости, станет вкладом республики. Будущие спортивные победы страны. Медриковалев, Андрей Спиридонов, Олег Якимов, Расиль Мухаммедов и Андрей Шоклев. Республика. Чуваши – один из самых спортивных регионов России. На открытии Ледова дворца об этом говорили не раз. И лучшее подтверждение – строительство нового стадиона для Чебоксарского лицея номер 4. Он будет соответствовать всем европейским стандартам. Завершить строительство планируют к новому учебному году. Лицею номер 4 25 лет. Столько же было и старому стадиону. В следующем учебном году ученики будут заниматься физкультурой и спортом уже на новом. Данный плоскостной спортивный объект включает в себя спортивное ядро с беговой дорожкой на 200 метров. Две модифицированные площадки. Одна площадка воркаута, другая площадка уличных тренажеров, которые будут находиться по краям стадиона. Затем будет универсальная игровая площадка, которая будет предназначена для игр в волейбол, баскетбол, в большой теннис. Будет футбольное поле с искусственным газоном. Стадион Лицея номер 4 первый, который строится в Чебоксарах в рамках партийного проекта «Детский спорт». У нас высокие образовательные результаты, есть стабильные достижения в области спорта. Вот сзади меня занимаются ребятишки, которые, например, в этом году заняли первое место в Зорнице и в Орленке и едут защищать честь города на республиканские соревнования. Нормы ГТО и все проекты, которые связаны со спортом, российского, регионального, городского уровня, мы активные участники их. Стоимость строительства более 30 миллионов рублей. Сейчас подрядчики готовят площадку под искусственное покрытие. Затем будут монтироваться тренажеры и мачты освещения. Татьяна Молокова, Сергей Репчиков, Республика. Чувашские полицейские задержали супружескую пару с крупной партией спайсов. В ходе обысков у них было изъято около 600 граммов запрещенного вещества. Подробнее в нашем сюжете. В конце мая в Чебоксарах сотрудники межрайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики задержали супружескую пару. По словам оперативников, жители одной из бывших советских республик на съемной квартире развернули целую лабораторию по изготовлению спайсов. В ходе обысковых мероприятий и обследуемых участков местности, где они оставляли уже для дальнейшего сбыта, для распространения мелкооптимными партиями, было изъято около 600 граммов этих наркотических средств. Там же были изъяты все необходимые для изготовления спайсов ингредиенты. Как поясняют специалисты, из всего этого в последующем можно было приготовить более 5000 доз синтетических наркотиков. Сейчас в отношении супругов возбуждено уголовное дело. Оба они находятся под стражей. Неработающая семейная пара, муж и жена 92-го года рождения, приехали, как они говорят, зарабатывают деньги. Обстоятельства произошедшего и возможный круг причастных к нему людей сейчас устанавливаются. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии завершило расследование уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, члены организованной преступной группировки в 2013-2014 годах создали на территории Чувашии сеть игровых салонов, состоящую из семи точек. За без малого года работы игорный бизнес принес владельцам около 5 миллионов рублей прибыли. Впрочем, расходы тоже случались. 140 тысяч было передано в качестве взятки. Полицейскому, который предупреждал их о рейдах, дал указание вернуть изъятое оборудование. Надо заметить, согласия в товарищах не было. Посредник, через которого передавали взятки полицейскому, часть денег присваивал. Вторая попытка расширить преступную группировку за счет сотрудников правоохранительных органов обернулась провалом всего бизнеса. Выйти на след преступной группы удалось после того, как один из членов ОПГ обратился к сотруднику межмуниципального отдела МВД России Цивильский с предложением о его незаконном денежном вознаграждении за то, чтобы тот закрывал глаза на деятельность двух игорных салонов, которые обвиняемые собирались открыть в Цивильске и в селе Красноармейском. Однако сотрудник полиции сразу же, после поступившего к нему коррупционного предложения, обратился к своему руководству и в последующем уже действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно, фиксировалась вся преступная деятельность обвиняемых. И в последующем уже удалось полностью разоблачить деятельность членов ОПГ и пресечь. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена благодаря взаимодействию Следственного управления Следственного комитета, Управления экономической безопасности, а также отдела собственной безопасности МВД Пучеваши. В Чебоксарах прошел первый фестиваль художественного слова «Как безгранична щедрость языка». На лингвистическом празднике побывала и наша съемочная группа. Научные сотрудники, преподаватели, частицы. Этот фестиваль собрал всех неравнодушных к русскому языку. Студенты СУЗов и педагоги показывали мастерство владения пером и художественным словом в четырех различных мероприятиях. Научно-практическая конференция, конкурсе видеопрезентации, художественной самодеятельности и конкурсе частицов. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает, последние листы с ноги своих ветвей вдохнул осенний хлад. Дорога промерзает, журча еще бежит, замельница ручей. Этот отрывок мне очень нравится тем, что его слова вдохновляют меня, он очень душевный. И вообще осень это такая пора, то что стихотворение обычно пишется в одиночестве. И вот Пушкин смел передать это чувство. Мне нравится участвовать в конкурсах, проявлять себя творчески, знакомиться с новыми интересными людьми. В этом году фестиваль посвящен году литературы и дню рождения классика золотого века русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он проводится в Чувашии впервые, до этого проходили только конкурсы. Фестиваль это всегда более красиво, это всегда более содержательно и в фестивале всегда больше места для творчества. Для молодежи это важно, потому что по среднам языка они познают другие культуры, у них прививается уважение к другим культурам и они становятся богаче, нравственнее. И общество наше хорошо консолидируется. Участники фестиваля вновь встретятся в следующем году. Теперь праздник языка и слова станет регулярным. Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям людей, которые любят и ценят родной язык, станет больше. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. До недавних пор регулярные визиты в банк были обязательными пунктами в рабочем графике любого предпринимателя или бухгалтера компании. Теперь отношения с банком можно поддерживать на расстоянии. На пресс-конференции в Сбербанке журналистам рассказали о современных дистанционных сервисах для корпоративных клиентов. Это удобно, оперативно и помогает заметно сэкономить расходы компании. Подробности смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Осуществить любые денежные операции одним кликом. Теперь это стало доступным для корпоративных клиентов в Сбербанке. Компании предлагают пакет решений, которые позволяют деловым людям существенно экономить время и ресурсы. Одной из последних новинок на рынке банковского обслуживания стала услуга самоинкассации. С недавних пор компании могут самостоятельно сдавать выручку в банкомат Сбербанка, не прибегая к помощи инкассаторов. И деньги моментально оказываются на расчетном счете. Предприниматель Елена Хальзова пользуется самоинкассацией около месяца. «Сервис Сбербанк Бизнес Онлайн». Позволяет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю дистанционно контролировать все совершаемые денежные операции. Для этого потребуется лишь устройство с выходом в интернет. А оперативный обмен документами со Сбербанком и внешними контрагентами осуществляется с помощью системы e-инвойсинг. Так сокращается время доставки документов и исключается возможность их утраты. Более того, вся документация сохраняется в электронном архиве. Также система дает возможность направлять электронную отчетность федеральной службы. Наша основная задача – быть удобным банком для нашего клиента. Прежде всего, наша задача – то, чтобы клиент мог осуществить все свои операции. Мы предвосхищаем потребности клиента. И в ближайшем будущем выйдет у нас уже презентованный Германа Оскаричем 26 мая продукт «Бизнес-планшет», который позволит одновременно реализовывать проведение платежей по карточкам и также одновременно отражать данные операции в 1С-бухгалтерии. Пакет предлагаемых решений актуален как для малого и среднего бизнеса, так и для крупного. Сбербанк постоянно развивается и предлагает своим клиентам качественные и удобные сервисы, основанные на цифровых технологиях. И клиенты это ценят. Онлайн-пользователей сервисов Сбербанка становится все больше.